900 дней блокадного Ленинграда во имя жизни В том сорок первом памятном году Железным обручем сковала красоту Безжалостный, губительный охват Жизнь ленинградца в превративший в ад Блокада Нам, живущим, не понять Что чувствует ребенок, угасая Везя на санках умершую мать И губы от бессилия кусая Звучат сирены, метронома звук Тревожит память деточек блокадных Им выпало бесчета адских мук Труда для фронта, без речей парадных Им выпало, но люди не сдались Не сдался город, взрослые и дети Их памяти, живущей, поклонись И расскажи, пусть помнят Нашим детям Станиславская Блокада Далеко, как это слово От наших мирных светлых дней Произношу его И вижу снова Голодных, умирающих детей Днем и ночью немцы бомбили И обстреливали Ленинград Шла война, а дети оставались детьми Маленькие жители блокадного Ленинграда Умпы был убежище Смерть от голода было обычным явлением В блокадном Ленинграде В осажденном городе не было ни растерянности Ни паники, на которую надеялся битва Организованно и даже будночно Люди тушили пожары И разбирали завалы обувшихся все зданий Спасая пострадавших Отражали налеты бомбардировщиков И стояли у станков Хоронили умерших Сберегали памятники культуры И очищали город от льда и снега Глобус против войны Во дворе дома номер 14 На Невском проспекте есть глобус На котором начертаны строки поэта Юрия Воронова Подростка, пережившего блокаду Чтоб снова на земной планете Не повторилось той зимы Нам нужно, чтобы наши дети Об этом помнили, как мы Представляем вашему вниманию Рассказ из третьего тома Собрание сочинений Леонида Пантелеева Кожаные перчатки Поезд в пути уже вторую неделю Бежит через всю зимнюю снежную Россию От океана к Уралу и дальше на запад В агоне уже давно все отоспались Перезнакомились Давно перечитаны все книги Обсуждены все злобы дня Сыграны все партии в шахматы Надоел до омерзения козел Даже чай не пьется Даже пиво почему-то кажется кислым И стоит недопитое в темных бутылках Под светлыми бумажными стаканчиками И вот как-то под вечер В одном из купе собирается мужская компания И кто-то предлагает, чтобы каждая По очереди рассказал Самые страшные случаи Из своей жизни Чего-чего А страшного за спиной У каждого немало Один горел в самолете Другой в танке Третий чуть не погиб На торпедированной подводной лодке Еще одного расстреливали И он с пробитым насквозь легким Трое суток пролежал Под горой мертвецов В дверях купе стоит Слушает Немолодой, маленький и худенький Как подросток Человек в форме гражданского летчика Засунув руки в боковые карманы Своей кожаной коричневой курточки Он курит толстую, дорогую Папиросу Перекидывая ее то и дело Из одного угла рта в другой И прижимая затылком к косяку двери Резко и нервно выбрасывает в потолок Густую струю синего дыма Слушает он почти не глядя на рассказчика Но чем дальше слушает Тем сильнее волнуется Тем чаще и глубже затягивается Внезапно лицо его наливается кровью Он делает несколько быстрых Лихорадочных затяжек Торопливо и даже судорожно Запихивает папиросу В набитую окурками Металлический ящичек на стене И повернувшись к рассказчику Перебивает его Стой! Погоди! Дай мне! Губы его прыгают Лицо дергается Он заика Каждое слово выталкивается из него Как пробка из бутылки Самое страшное! Говорит он и кривит губы Делает попытку изобразить ироническую усмешку Самое страшное? Да? Тонули, говоришь? Горели? С мертвецами лежали? Яд тоже тонул Яд тоже горел И с покойниками в обнимочку лежал А вот самое страшное Это когда я в сорок втором году Письмо получил из Ленинграда От сынишки До десятилетнего П-папочка Пишет Ты нас П-прости С Анюткой Мы В-в-вчера Т-твои К-к-к-кожаные П-п-п-перчатки С-в-варили И съели П-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п Продолжение следует...